добрый день всем давайте проверим что у нас все работает у меня видно слышно если напишите в чат пожалуйста плюс отлично все вижу всех работает я думаю пока что я начну представлюсь за это время возможно еще кто-то подключится меня зовут дмитрий в компании системный софт я занимаюсь направлением перспективных решений это различные решения которые на данный момент у нас показывает большой рост как в мире так и в россии да и наша задача ознакомить клиентов на территории россии с интересными решениями которые могут закрыть различные бизнес задачи вот мы сегодня проводим вторую часть вебинара по nginx если кто-то станет первый раз на по этому вендору да то вы можете посмотреть предыдущий вебинар про nginx ингресс контроллер по ссылочку отправил в чате давайте сразу мы с вами договоримся что если у вас будет в процессе вебинар какие-либо вопросы у нас имеется в панели вопрос ответы специальным у нас у вас внизу посмотрите пожалуйста вопрос ответа вы можете задать вопросы мы постараемся на них всех ответить ответы будем делать на поставленные вопросы в конце каждой там части соответственно саш переключить следующий слайд расскажу вкратце о нашей компании если кто-то не знаком да компания системный софт присутствует на рынке уже 13 лет мы работаем с большим количеством вендоров и уже более 7000 вендорами за это время мы успели поработать включить различные контракты в нашей компании в москве и волгограде на существует два офиса в сумме там чуть более 300 сотрудников мы являемся единственными дистрибьюторами в россии у некоторых вендоров новых приоритете мы являемся реселлером вот вы справа можете посмотреть основные которые мы показываем это нам известны f5 и nginx которых мы сегодня будем вести речь соответственно наша выручка за прошлый год составил 87 миллиардов рублей что позволяет показать нашим клиентам что мы надежные то есть мы можем вам помочь и не нужно беспокоиться что мы завтра там закроемся и разориться следующий слайд соответственно клиенты основные думаю всем известно и крупные клиенты которые смело могут заявить что они являются нашими клиентами собственно они представлен также у нас на сайте вот думаю их представлять отдельно несколько не требуется следующий слайд но и собственно покажу до основные решения которые мы сейчас позиционируем как перспективные да которым я занимаюсь развиваемся своей командой возможно какие-то вам уже знакомы какие-то мы продвигаем вот и собственно любое решение которое вы потенциально ищите и не находите на рынке вы точно найдете у нас поэтому обращайтесь всегда смело мы поможем даже если мы еще не работали с этим вендором но конкретно сегодня нас речь пойдет про engine x engine x и product вот сегодня у нас специальный гость александр слинков инженер переключить следующий наверное слайд далее тебе сейчас слово передам да александр слинков является инженером решений nginx и работает в компании 5-нетворк если кто-то не знает то компания nginx была выкуплена 5-нетворк с американской компании у нас имеется представительство россии и александр яркий представитель данного вендора сегодня нам расскажет на интересную тему про engine x ap protect саш передаете слова ухожу на задницу пошадима за поведение добрый день коллеги и рад вас всех приветствовать на нашей серии вебинаров в прошлый раз мы говорили про и женикс ингресс контроллер что это такое зачем он нужен как он работает привели некоторую демонстрацию сегодняшний наш вебинар будет состоять из трех частей будет небольшая вводная часть про вообще обсудим что такое есть engine x и что-то инжиникс плюс как инжиникс плюс отличается от инжиникс обычного консорсного дальше поговорим уже больше про так называемую функциональный модуль инжиникс ap protect и после мы поговорим про инжиникс ap protect dos что это такое как она работает или чего нам нужно и в конце заключения мы обсудим ваши вопросы и также я еще покажу некоторую лабораторный стенд некоторые на лабораторные работы на которых продемонстрирую работу именно инжиникс ap protect и инжиникс ap protect dos в рамках защиты вашего приложения в данном случае лабораторного какого-то приложения от каких-то атак на уровне l7 на всякий случай напомню коллеги что зовут меня сынок александр я инженер по решениям компании 5g x у нас есть групповой адрес инженер по решениям компаний 5g x на который вы можете задавать интересующие вас вопросы мы обязательно вам на них ответим наш адрес это стар дефис и собака и 5.com соответственно все что касается инжиникса и в 5 вы можете задавать соответствующие вопросы писать на этот адрес и я или мои коллеги обязательно поможем подскажем ответим предоставим собственной депутации и так далее так далее все это у нас тут вы можете без проблем обращаться какого-то ограничения естественно у нас нет ну что ж коллеги и самое главное точнее последний организационный вопрос который хотелось бы обсудить у нас есть раздел в нашем вебинаре q&a в нем вы можете задавать присущие вас вопросы касательно данного вебинара то есть например вы не поняли что такое там ученик сопроты как он работает и так далее здесь такого просто не будет но в любом случае все что угодно выходить может любые вопросы касательно на по вы можете задавать в разделе q&a и соответственно в конце вебинара я постараюсь просмотреть все эти вопросы и предоставить на них какие-то ответы хорошо коллеги тогда приступим обсудим сначала что такое nginx что есть в портфолио у компании nginx потом перейдем к обсуждения чем отличается nginx open source от nginx plus а и в чем преимущество именно nginx plus а коллеги наверняка многие из вас знают что nginx в первую очередь это веб-сервер и это правда действительно наш веб-сервер nginx используется достаточно огромным количеством компаний по всему миру и эти компании достаточно успешно предоставляет доступ каким-то пользователям к сервисам которые подняты на nginx будь то интернет магазины будь то какие-то просто приложения будь то какие-то форумы и так далее так далее все это крутится на nginx и дальше естественно nginx open source можно использовать как балансировщик нагрузки как обратной прокси то есть также еще заказчики клиенты пользователи nginx используют nginx instance как не только как веб-сервер но и также также как и балансировщик нагрузки который может балансировать нагрузку между серверами приложения по каким-то алгоритмам балансировки чем же отличается nginx open source от nginx плюс а перечисленного функционала естественно nginx плюс позволяет нам использовать расширенные функциональные возможности если мы говорим про балансировку нагрузки например nginx плюс обладает возможностями активного мониторинга с балансируемых серверов приложения чего многим компаниям действительно может не хватать допустим вы настроили какую-то балансировку нагрузки у вас там нагрузка балансируется между тремя серверами приложениями вы можете использовать активные пробы например http монитора или что-то другое для того чтобы проверять доступность сервиса на вашем балансированном сервере если по каким-то причинам сервер не предоставить корректного ответа ожидаемого ответа то данный сервер будет убран из балансировки и на него трафик после не будет балансироваться не вопросе не будет попадать дальше естественно у джи них спасает есть возможность использовать расширенные функциональные возможности фоне кэширование можно использовать как раз таки на полюсе функционал web application firewall или интерес контроллера или api менеджмент и так далее так далее и джи них плюс обладает встроенными средствами мониторинга и сбора статистиками так называемый дашбор джи них спросить есть как раз и свой дашборд которым вы можете смотреть количество приходящих запросов в секунду какое количество серверов приложения сейчас доступны и работы просто способность данного инстанса инжининс и так далее и так далее то есть инжининс плюс позволяет нам использовать расширенный функционал то есть это полноценное интерфейс решение при этом инжининс плюс позволяет нам также использовать данный функционал в различных местах вашей архитектуры вашей инфраструктуры хотите использовать инжининс ингресс контроллер в кубернетис кастри пожалуйста кто вам мешает тогда запросы между контейнерами кастера кубернетис будут балансироваться на основании юра и или пост наиму или того и другого одновременно никто не звучит так сделать хотите поднять на инжининс ингресс контроллеры еще и функционал в веб-притечных верволов об этом поговорим чуть ближе к концу но вкратце скажем что так тоже можно сделать так тоже можно настроить и так тоже будет работать и запросы приходящие ваше приложение тоже будет анализироваться согласно настроенной политики безопасности и если запросы будут нерегитимы этого не будут заблокированы естественно на этом обсудим ближе к концу можно понять функционал api менеджмента api гитве api шлюза когда мы на нынешний все балансировали перенаправляем запросы в зависимости от какого-то паттерна от какого-то условия можно использовать нынешний как сервис мышь когда нам необходимо чтобы контейнер внутри кластера бронетис кастера могли общаться между собой при направлять запросы особенно это важно для сложных приложений где работает огромное количество контейнеров огромное количество технологий задействовано и многое другое где можно использовать инжинить в портфолио джинексе есть энное количество функциональных модулей понятно что инжиникс он консорс это обычный балансировщик инжиникс плюс это тот же самый круглая балансировщик которому обладает расширена какие-то функционалы можно инжиникс плюс как я сказал ранее поднять функционал в аппетичных веровала так называемый джинекса протек можно инжиникс плюс я поднять функционал aprotect dos который будет защищать ваше приложение от дос до доса так на уровне россии а таких как наш теперь флот слоу лорис и многое другое можно поднять инжиникс контроллер как я сказал ранее можно с помощью ингресс контроллера можно планировать запросы внутри вашего кубернете с кластера можно сервис мэш использовать можно пи-мэджем и так далее давайте поговорим вкратце о том чем отличается инжиникс опенсорс от инжиникс полюса самое главное что нужно понять это то что на инжиникс плюс я можно использовать enterprise функционал тот функционал которого вам не хватает тот функционал который вы хотели бы использовать например на инжиникс плюс я как я сказал ранее появляется возможность использовать активные мониторы появляется возможность использовать персистанс или стики на основе пути стики это привязка сессии клиента к одному балансируемого сервера чтобы тот же клиент продолжал работать с тем же сервером положения на которой его трафик был сбыл от балансирована можно женикс плюс реконфигурировать с помощью динамических с помощью айпи вызов можно реконфигурировать динамически с помощью соответствующих айпи вызов можно настроить аутентификацию можно поднять в аппетичных первого функционал и другой любой другой функционал можно при этом использовать какие-то проверенные инжиникс компании модули которые сто процентов будут проверены и будут поддерживаемые полный список отличий инжиникс open-source от инжиникс плюс а доступен на сайте инжиникс .com ссылочку на этот раздел на это описание мы пришли вам чуть позже по на окончании данного вебинара вместе ссылкой на запись на данный вебинар на данный вебинар также в инжиникс плюс а есть самая главная возможность как мы говорим что это enterprise решение это возможность открывать кейсы в соответствующей саппорт системе то есть у вас происходит какая-то проблема да если мы говорим про консорс на инжиникс то чаще всего вы обращаясь на какие-то форумы степа word flow наше все спасибо за на счастливое повышение по службе или на любые другие форумы но при наличии инжиникс плюс а вы получаете доступ к технической поддержке с помощью технической поддержки можно открывать различные кейсы по вашим проблемам и инженеры технической поддержки будут вам помогать помогут вам в решении этих проблем предоставят эту информацию патчи и многое другое при этом естественно на инжиникс опенс джиникс плюс компания джиникс предоставляет различные фиксы патчи в случае если какие-то уязвимости найдены так далее так далее то есть вам достаточно просто обратиться и получить соответствующий патч либо подождать когда выйдет соответствующее исправление которое выходит намного чаще чем исправление для инжиникс опенсорса и многие дополнительные возможности преимущества вы получаете при владении неченикс именно плюсом а теперь давайте поговорим про наш веб-палитечный форум что это такое как он работает для чего он вообще нужен и как он выглядит при работе именно с инжиниксом для чего нужен в аппетечный форум от инжиникс на самом деле нашего предыдущий форум который называется a protect это если вкратце это в аппетечный форум взятый из f5 то есть эти годы все возможности преимущества веб-публикающий форум от f5 все наработки технологии берут и плавно переносит в инжиник сопротек то есть этот почти тот же самый форум который многим любим многие используют f5 ism которые просто взяли и потихонечку потихонечку переносит весь основной функционал все основные преимущества возможности выжения сопротив но когда мы говорим про использование протектора иногда не очень понятно когда его можно использовать и зачем можно использовать в первую очередь мы говорим про ускорение и разворачивания вашего приложения это немаловажный пункт немаловажная особенность дело в том что когда мы говорим про классические классических инженеров безопасности классическую безопасность то в этом случае вы как девоксы хотите развернуть какое-то приложение и вам нужно открывать кейс вашей внутренней инфраструктуре кейс у коллег разумеется информационной безопасностью в частности в практичных порывов на уровне 7 просить их чтобы они выделили ресурсы чтобы они подготовили политику который вы изучать ваше приложение и многое другое и этот процесс ладно если его можно было сделать эти на раз и забыть но это так не работает почему потому что постоянно приложение улучшается постоянно что-то добавляется какие-то параметры какие-то фалл типа какие-то новые юра и так далее и так далее и каждый раз когда выпускаете какой-то тот или иной патч тот или иной upgrade приложение вашего делаете вам нужно открывать кейс и сообщать об этом коллегам из отдела информационной безопасности тем самым что что-то и происходит задержки в развертывании вашего нового апгрейда нового патча для вашего приложения но с используя как раз таки инженер синг а протекта вы можете ускорить процесс деплоя вашего положения вашего патча в разы почему и потому что в данном случае вы можете сразу забывать патч развернуть какой-то контейнер с инженникс плюсом в кубернессе из а протекта на в нем развернуть ингресс контроллер с а протектом в нем не проблема с какой-то же дефолтной политикой безопасности которая так или иначе будет защищать ваше приложение от уже известных каких-то так почему нет тем самым вы как раз и сможете сообщить коллегам заделать что вы уже развернули ваш положение что она уже как-то защищается а потом в процессе естественно можете сами точно также с помощью тех же как вам вся и сиди или любых других инструментов изменить настройки данной политики добавить необходимым вам параметры добавить необходимую вам юрл другие объекты в эту политику которые будут так иначе защищаться а протектом при этом важно еще понимать что иногда есть необходимость защищать какой-то api ресурс с помощью протекта тоже можно просить api вызовы проверять их валидность и защищать ваши приложения от нелегитимных api вызов более подробным об этом поговорим чуточку похоже чуточку похоже в чем еще необходимость использования web application firewall а в частности а протект для защиты ваших приложений когда мы говорим про использование nginx то чаще всего заказчики и коллеги используйте nginx каких-то много вендорных много технологичных инфраструктуры например вы можете разворачивать ваше приложение в кубернете с кластерами перед которым будет стоять кубернете с кластерами в этом даже если мы говорим только про кубернете с кластерами у вас там могут разворачиваться разные контейнеры с разной операционной системы с разными технологиями используем это может быть использован и nginx и apache и php python язык много думай скорее базы данных и многое другое и каждая эта технология внесет себе какие-то те или иные уязвимости которые надо так или иначе защищать это могут быть и известные уязвимости и какие-то заряды и уязвимости но нужно защищать ваше приложение от нелегитимных запросов которые будут нацелены на данную уязвимостью которые будут нацелены на то чтобы злоумышленник как-то получил доступ к вашему приложению как-то получил доступ к чувствительной информации ваших пользователей и многое другое естественно нам нужно защищать данную уязвимость и это можно сделать с помощью веб-клитичных правового нашего так называемого nginx protect а если мы сокращаем то просто на с помощью на можно учить и сигнатурный анализ можно включить и защита отбор и многое другое при этом важно понимать почему необходимо использовать все просто потому что когда находит какие-то те или иные уязвимости то находит их уже через определенное время после того как то после того как злоумышленники узнали об этой уязвимости ее определили ее использовали по каким-то данным я не помню у кого-то что эти были цифры но в целом от нахождение той или иной уязвимости до выпуска плача может пройти до 300 дней потому что пока когда находится уязвимость на это не только злоумышленники они не могут знать разработчики в приложении они не могут знать безопасности потому чтобы это уязвимость было сложнее как им имитировать то здесь как раз таки необходимо какая-то политика безопасности которая будет защищать ваше приложение а еще лучше из политика безопасности будет настроена на основе позитивные модели когда мы описываем все что разрешено а шаг лево шаг вправо сразу расстрел так тоже можно сделать и самое главное то что я говорил про ускорение развертывания приложения и все упирается как раз в незащищенность приложения когда нужно быстро быстро штрафовать какие-то апгрейдер патчи новое приложение подряд и далее плюс еще все упирается в задержки разрешен приложений у вас есть отдельные коллеги отдельный отдел департамент занимается информационной безопасности потому что с ними нужно согласовывать деленные политики с ними нужно согласовывать какие-то изменения политики когда и так далее с помощью протектов все это можно делать грубо говоря по щелчку пальца достаточно быстро достаточно быстро что такое протект как я сказал ранее а протект это те наработки которые были бы и в 5 в 5 аэсами который переносится в продукт все те фичи все те преимущества которые есть вот 5 аэсами которые были 5 аэсами сейчас уже и 5 аэсам у меня то есть и 5 а вах но неважно все эти преимущества их переносит именно вот а протект а протект можно использовать на всех инстанциях почти инженекса естественных не экспресса это можно поднять в предыдущий провол на том же инстанции где у вас развернут в приложении то есть как если вы используете инженекс какой к серверу вы можете поднять инженекс а протект в случае если вы используете инженекс как балансирующих нагрузки или как ингресс контроллер или как api gateway или как в контейнер и вы можете принять свой а протект для защиты вашего приложения но наверное здесь будет лучше именно на ингресс контроллер здесь ограничения тоже нет а протект обеспечивает достаточно высокую производительность возможность настраивать его через соответствующие api вызова в том числе потому что есть единый декларативный интерфейс и при этом важно понимать что когда мы говорим единый декларативный интерфейс мы имеем ввиду не только внутри самого дженекса но с точки зрения настроек политики безопасности вафа на их 5 там те же самые декларативные запросы те же самые декларативные команды что и в еженекс а протекте почему потому что движок один поджим по сути по своей естественно а протект точно также поддерживает и имеет поддержку то есть вы можете открывать кейсы можете уточнять какие-то ваши вопросы можете просить что вам выпустить будет патч подсказали с ответами какие-то ваши вопросы это все тоже у вас есть такая возможность и когда я говорю что мы опять переносит движок в апротект и соответственно и все фичи переносит тоже в апротект например все сигнатуры которые создавались годами все весь опыт создания все преимущества сигнатов она и зато уже переносится в апротект но помимо сигнатур в апротекте еще есть такая история называется 3 компенс о них поговорим чуточку позже при этом естественно политики безопасности а про декто можно строить какую на защиту от различных копать это можно строить такой вот за вас на основе негативная модель когда мы запрещаем то что известно а всё столь разрешаем можно смотрите за вас как на основе позитивной модели когда мы описываем что разрешенного используют в вашем приложении к каким юра им разрешен доступ какие параметры можно использовать какие файлтипы можно запрашивать и многое другое многое другое а все стороны запрещено то есть шаг лево шаг право как и сказал ранее расстрел просто можно естественно строить сигнатурного можно настраивать детекцию ботов и многое другое когда мы говорим про защиту от ботов в апротекте можно настроить определение доверенных ботов хороших ботов определяем плохих ботов на основе сигнаторного анализа пока на данный момент присутствует только сигнаторный анализ но в будущем планируется расширение планируется использовать эти наработки которые есть в год детекции в их 5 и 7 а так как мы еще относительно недавно приобрели шейп который позволяет нам точно также детектировать ботов то и в этой стороне тоже будут какие-то свои наработки которые будут интегрированы в апротекте так или иначе что такое 3 кампейн коллеги кто занимается информационной безопасности в частности работой с определенными файловами знают в первую очередь что сигнатурный анализ не всегда может быть точным велика вероятность получения файл спасти то есть когда у нас легитимный запрос с точки зрения продолжения вообще с точки зрения работы это видите запрос получать как нелегитимный то есть по сути файл спозитив чем опасность именно сигнатура используя сигнатура в том что увеличивается количество файл спозитив и какие-то критичные критически важные запросы для вашего приложения могут быть заблокированы просто потому что в запросе спло слово echo а это команда из linux который можно использовать обычный баш в обычном башне поверьте мне за свои практики естественно я видел кучу запросов где от слова это просто встречалось при редиректе из яндекс маркета на ваш интернет-магазин и так далее так далее и именно сигнатура несет собой опасности именно файл спозит очень критично могут быть для вашего приложения относительно недавно несколько лет назад и 5 придумал 3d campaign что такое 3d campaign это некоторые правила некие правила которые используются для защиты от определенных уязвимостей причем которые нацелены от определенных уязвимостей и на эти правила нацелены на то чтобы защищать определенных уязвимостей в случае сигнаторным анализом слова это она была может участвовать где угодно и это может быть уязвимостей может быть нет в случае с 3d campaign эти правила они нацелены чтобы именно защитить ваше приложение защищаем приложение от какой-то уязвимостей как это выглядит если мы говорим про сигнатуру то часто пишется паттерн какой-нибудь где-то может быть в виде регулярного выражения это может быть просто слова того же слова и той же команды в случае с 3d campaign это правило в которых имеется несколько сразу условий если это где запрос идет наверно и такое то в этом евро есть еще параметр какой-то обозначение до параметра такой-то такое то есть еще такой-то заголовок то скорее всего даже не скорее всего а точно это нерегативный запрос который пытается как-то использовать данную уязвимость чтобы получить доступ чувствительной информации вашего приложения я то есть мы проверяем сразу несколько условий и с помощью 3d campaign мы можем свести количество флоспосте к нулю к нулю важно знать что правило 3d campaign они обновляются постоянно постоянно ваше устройство джиннекс будет подключаться к серверу их 5 и скачивать обновленные правила при этом история с 3d campaign она уже входит в инжиниться protect то есть никаких дополнительных лицензий и дополнительных подписок вам не нужно приобретать она уже есть его уже можно использовать естественно когда мы говорим про быстрое разворачивание тех или иных приложений каких-то чтобы у них быстро была какая-нибудь защита то естественно мы можем использовать дефолтную политику по умолчанию которую уже будет защищать от августа 10 который уже будет проводить сигнатурный анализ и перед кампейн правило тоже будет включены будет техник когда мы вам несколько раз декретим какие-то те или иные символы кодировку не важно но можно точно также настроить как я сказал ранее политика безопасности на основе позитивной модели такого ограничения у вас естественно нету как у нас выглядит конфигурация в целом политики безопасности естественно это все дело происходит в конфигурационных элемент вы создаете отдельный json файли можете создать и там декоративном виде описывайте все необходимые объекты которые есть в этом должны использоваться в вашей политике название политики какой тип лет политики какие параметры используются какие файл типы педаль так далее при этом когда мы говорим про позитивную безопасность чуть ранее я сообщил вам что можно настроить политику безопасности и сообщить о том какие у вас объекты используется вашем и приложение если можно при предоставлении того же swagger файлы или json схема вашего положения то есть она в этом случае когда вы предоставляете свагер файл а свагер файл это группа раупа на пифайл которым писаться ваше приложение записываются все ваши юра и все ваши параметры так далее так далее когда вы так предоставляете файл то соответственно вы соответственно их инжиринкс а протект понимает что есть такое движение в нем используются какие-то объекты и создает политику безопасности для защиты именно этих объектов шаг влево шаг право прострел естественно будет у нас полностью позитивная модель при этом мы можем как и свагер файл загрузить сам джиннис сообщить где находится в политике также мы можем предоставлять информацию в том где находится через соответствующую ссылку при самом же не спалить за этим садим к самому возьмет самого будет использовать не сам построить политики соответствии с этим свадьер файл с этим свадьер файл при этом когда это может быть удобно да все просто тогда когда вы обновляете свадьер файл периодически периодически обновить его по напиток обновили сообщили что джиннис нужно получить новые данные он получил все отлично все работает защита у вас идет что касается логирование потому что коллегам из информационной безопасности да вообще всем вам коллеги нужно будет понимать почему тот или иной запрос был заблокирован какие вайл и шанс работают какие сигнатуры как вы можете улучшить приложение так чтобы например если вы используете данные запросы не блокировались в будущем естественно 5 по привычке уже порезаете естественно джиннис а протект есть возможность настроить логирование и на удаленный какой-то сервер конкретно в данном примере то что вы видите сейчас на экране это скриншот из кибана эластик сертика из кибана из какой-то там лапы какой-то соответственно кибана в кибану можно отправлять информация области детали безопасности или можно про это все запросы фразы скадируется достаточно подробно сегодня вам это продемонстрирую можно также посмотреть какие вайл и шанс какие сигнатуры какой волочный рейтинг удоволеного запроса волочный рейтинг складывается из многих пунктов если например запрос был заблокирован потому что там сработала одна сигнатура со словом тем же это например то скорее всего это флос-пользитив и вам нужно рассмотреть этот запрос и затем политика так чтобы в будущем данный запрос аналогичных вопросов не блокируют но если запрос имеет волочный рейтинг 5 то скорее всего было несколько сработок заброшил откуда ты извне и в этом запросе были другие пункты другие какие-то опции на основе которых и 5 поставил шаритик 5 скорее всего это именно уже атака то есть нелегитимный запрос с помощью ваш на рейтинг вы можете как-то ориентироваться в том был ли это флос-пользитив или будут нелегитимный вопрос запрос мониторинг как я сказал ранее можно отправлять запросы на кита системы мониторинг в том числе можно отправлять запрос на консорс на системе тронгер вас тихо я лкайласс и кибана соответственно так ибо не будет будет вас отображен даже борт в котором вы сможете увидеть с помощью пай-чартер с помощью линейных графиков каких-то какое количество у вас было легитимных запросов какое было количество нелегитимных запросов и самое главное вы можете посмотреть сами запросы саппорт айди посмотреть почему был запрос заблокирован и так далее и так далее я такая возможность тоже есть как у нас инжене x app protect включается в настройках инжене x плюс все очень просто мы заходим в стандартный конфигурационный файл инжене x и здесь и слэш инжене x флэш x он и соответственно правил данный файл с помощью соответствующих декоративных команд мы включаем движок app protect мы указываем какую нужно политику использовать для работы для обработки каких-то запросов определен запросов приходить на данный сервер на сервер данную публикацию указываем профиль логирования которому которым сообщается что нужно делать случае если у нас приходит нелегитимный запрос или если приходит все запросы логировать локально или логировать куда-то удаленно если удаленно по указу следующей команды число поведущий сервер и опять адрес сервер с его портом и многие другие команды многие другие депоративные команды точно также можете использовать для для развертывания аппроекты на вашем инжене x инстанции повторюсь инжене x of protect на можно использовать на различных инжене x инстанции можно сказать как на балансировщик нагрузки как на веб-сервере как на прокси как на реверс прокси как на обиде 3 инстанции как в ингресс контроллер и так далее и так далее ограничений как такового здесь нету почему я убираю на ингресс контроллер потому что важно если мы говорим про вашу контейнерную инфраструктуру именно среду о том что защищать ваше приложение защищать ваши контейнеры где-то не сторонним и в эту прокси которую вы стоять где-то перед например губернеса а например те же прокси который находится внутри губернеса потом же ингресс контроллер который как раз не балансирует запросы между контейнером вашего приложения на основе например юра и хост заголовка такого ограничения тоже у нас нету так и в 512 так и nginx of protect полностью совместима с оси и сиди пайплайном то есть вы можете своем детлабе развернуть приложение новую версию положения в своем плане указать что нужно весить политику безопасности протестировать ее как-то протестировать способность приложения через эту политику безопасности и есть все хорошо то выпускаем ваше приложение в рот такого ограничения у вас тоже нету естественно вся сиди попали можно точно так же и изменять настройки политики вы можете это развернуть инжинекс а протекста участие попали и потом вы можете изменить настройки политики без какого-либо ограничения тоже в вашем клубе производящий новой версии вашего какого-то приложения естественно декларативной политики не поддерживает различные темплей то у нас есть дефолт на теплой на больше теплой пажин space в котором включены уже какие-то сигнатуры какие-то проверки басовые какие-то вайлайши на все это если включено но удачно также можете умеет менять через все сиди как в вашем клубе настройки данной политики добавлять какие-то новые объекты параметры файл типа и многое-многое другое и многое другое ограничение здесь как такового естественно тоже нету тоже нету про инжинекс ингресс контроллер несколько слов инжинекс контроллер можно использовать с вкупе с инжинекс обратно об этом я уже сказал несколько раз на данном вебинаре но самое важное что точно так же инжинекс а протек может быть настроен через api кибернетиса то есть когда у нас работает инжинекс контроллер то мы следим за ингресс ресурсами есть появится новый ингресс ресурса то с помощью api мы инструкцируем инжинекс контроллер что появились новые ресурсы нужно как-то между ними балансировать и тому подобное точно так же мы можем настраивать и политики безопасности а протекта здесь ограничение естественно у нас нет и резюверы про инжинирс а протект хочет сказать что инжинирс а протект позволяет нам использовать достаточно надежную защиту позволяет от нашей защиты настраивать очень быстро по необходимости при разработке нового какого-то версии вашего приложения или нового вообще приложение и обладает также зависимости и по плану что может очень сильно помочь вам в работе с вашим приложением в защите вашего приложения от каких-то теперь перейдем плавно в инжинирс а протект доз модуль что это такое как она используется на самом деле все просто когда мы говорим про инжинирс а протект просто он защищает на ваше приложение от каких-то атак которые могут идти в запросы искренне инъекции комнаты инъекции и многие другие а так просто скриптим брутфорс когда мы говорим про д доз на уровне 7 мы говорим чаще всего именно про то что идет какая-то атака огромное количество транзакций секунды и запросы прилетает вам что может привести к деградации какого-то сервиса и сервис может если не лечь под это так отвечать очень долго на запросы легитимных пользователей а если мы говорим что мы хотим защищать наше приложение которое занимается интернет продаж это может быть очень критично для вас почему потому что пользователи которые получили доступ к вашему приложению ждали 10 секунд ответа опять же например 10 секунд вот ответ на какой-то запрос они скорее всего закроет вкладочку с вашим приложением и пойдет к вашему конкуренту тем самым это будет явные потери и вы явно будете терять в деньгах и тем самым ваша ваша фирма ваша компания может обанкротиться естественно я говорю про маленьких компаний маленьким компаниям достаточно не работать в сутки например 12 часов потому чтобы для них это уже был полным каким-то крахом провалом хоть который повлечет собой закрыть компанию по сути инженерик сапротек как раз защищает ваше приложение защищает вашу репутацию защищает ваши деньги на уровне 7 дозды доз атак от http дозды доз атак идти как слово ворис и так далее и инженерик сапротек доз позволяет минимизировать воздействие да так вы можете те но мы большинство запроса попросите отбросим это маленькое число можете пройдет но в любом случае это будет лучше чем если бы полностью атака попал на ваше приложение и сервер как-то лег под это так перестал отвечать на запросы пользователей а естественно инженерик сапротек доз предлагает полностью обучаемую технологию которая учится на базаре сопоставляет текущее количество запросов секунды с историческим каким-то счетчиком стричьми данными вручным и так далее и так далее что в первую очередь и когда можно использовать инженерик сапротек доз модуль для защиты ваших html приложений каких-то в приложении для защиты single page приложения простой пример single page приложения google поиск когда западите на google .com вводите первые буквы у вас уже там всплывает какой-то список которым предлагают некоторые варианты использовать например там пишите инженерик и вас в следующем списке инженерик сапротек вы нажимаете на него сразу вот это вот как раз сингл пейдж приложение когда не обновляется полностью вся страница активы запросы все равно уже между вашим устройством и серверами гугла бегают где-то это вы уже получаете естественно у нас есть полная поддержка hsp версии 2.0 при этом защищаем мы от огромного количества доз доз атак таких get food постфуд слова рис слоу рид и так далее так далее нет естественно от доз атак мы точно также защищаем достаточно хорошо и естественно как и любой другой инстанции женикс женикс апротек доз можно использовать по сути где угодно это пусть то будет и отдельные виртуальные машины или прямо сам отдельный сервер физически выделен чисто только панель джемикс апротек доз неважно это все равно будет работать и все равно вы сможете использовать этот функционал как такового ограничения у нас нету так работает на протектирование аномалий в над дос дженикс апротек доз все проще все очень просто естественно инженикс работает с трафиком с трафиком ваших пользователей он смотрит учиться на трафике на легитимном трафике обучается на основании каких-то заголовков юзер агентов хозы гол и многое другое проверяет точно так же здоровье сервиса то есть в чем здесь история над доз отправляет запрос в сторону сервера и фиксирует время когда запрос был отправлен при получении ответа на точно также фиксирует время когда был получен ответ и вычисляет и вычитать одну из другого чат некое значение это сообщает о том джейкс апротек доз сообщает о том здоровый вас ваш сервер быстро отвечать запросы или нет если есть какая-то задержка в ответ поскольку она долго если она действительно значит большая задержка вплоть до секунд до двух неважно то скорее всего мы находимся под атакой надо с этим что-то делать как только естественно мы определяем что у нас есть атака есть атака то инженикс апротек доз сначала пытаются определить источники этой как и сблокировать их по аэпер腐 тут в момент когда происходит детекция источник потоке и баксов по ajan понятное дело что за уме심 Dengy могут использовать огромное количество айпер и to the존 могут менять ип и адреса когда-то идет понятное дело но как первоначальное берёж неметопол twin на счету мы естественно сначала пытаемся сблокировать айпер иарь aux данных зла и в момент когда идет блокировка алька адреса умышленных мы генерируем динамической сигнатуру динамическая сигнатура она состоит из многих каких-то паттернов это не просто слова и как какой-то отдельно так вот я приводил сегодня пример а это и на димальческий народ а там достаточно много потом например если это где запрос your eye такое host она заголовок такой-то еще один заголок такой размер вообще запроса такой-то и так далее так далее многие другие паттерны это просто является нелегитимным и И эта динамическая сигнатура как раз и применяется для того, чтобы отразить атаку, отразить ту или иную атаку, чтобы сервер ваш продолжал работать. Естественно, когда у нас происходит детекция атаки, мы точно так же сообщаем об этом в ту же Кибану или в систему мониторинга о том, что идет доза с атакой. Можно сообщать, когда атака началась, когда атака закончилась, мы точно так же данные можем передавать. И вам будет видно, что отлично, в 10 часов 5 минут началась атака, в 10 минут закончилась атака, например. Доз для атака на уровне L7. Коллеги, теперь предлагаю посмотреть более детально, как у нас работает Nginx A-Protect и как работает Nginx A-Protect DOS. Я надеюсь, что, коллеги, вы сейчас видите мой экран. Прошу в чате написать соответствующий плюсик, указать, что вы видите экран, вы видите некое сейчас приложение, которое используется для атаки. Спасибо большое, коллеги. Вижу, что плюсики идут. Несколько слов про мою лабу. У меня есть моя лаба, в которой развернуто N-ое количество серверов, каждый сервер отличается в свою какую-то функцию. И у меня на синтосе, в виртуальной машине синтосе, развернули как раз-таки Nginx A-Protect. Давайте подключимся к этому синтосу. Что мы видим? Это мой синтос, в котором, как раз-таки, используется функционал Nginx. В этом функционале Nginx я могу посмотреть настройки моего Nginx конфигураторского нового файла. Проблем нет, ограничений нет. У меня есть какая-то публикация настроена, все хорошо, есть сервер, как вы слышите, у себя порту. Ну, неважно, у вас, естественно, это может быть четыре строки третий, и, скорее всего, у вас это будет четыре строки третий порт. Абсолютно все неважно. Самое главное, вот эти вот четыре строчки. Это самое главное. В первой строчке я говорю о том, что я включаю механизм A-Protect. Во второй строчке я говорю о том, что я включаю механизм логирования инцидентов безопасности. Соответственно, в третьей строчке я уже говорю, какая политика должна использоваться для защиты моего приложения. В данном случае это mypolicy.json. Чуть-чуть попозже я покажу настройки этой полиции. Потому что я готов посмотреть, по-моему, это будет интересно. И в последней, четвертой строчке я говорю о том, какой логинг-профиль использовать для того, чтобы логировать события инцидента безопасности. Также в этой же строчке я указал, на какой сервер и на какой порт нужно отправлять эти события. В данном случае это mykibana, который работает в порту 5144. Давайте посмотрим тогда настройки логин-профиля для начала. Я думаю, это будет тоже интересно. Собственно говоря, ничего сложного. Просто говорим, что мы все запросы, которые идут на данную публикацию, которая парсится с движком веб-кетчный файл-лог, отправляются в кибан. Легитимный, нелегитимный, абсолютно неважно. Все запросы отправляются туда. И формат запросов дефолтный. request.any, максимум номер 5k. То есть какие-то другие настройки я также могу указать. Здесь у меня тоже ограничений нет. Давайте теперь посмотрим мою политику безопасности. Она достаточно объемная. То есть здесь у меня включены какие-то вайлэйшены, много чего. Вот она. Здесь, собственно, команда, с помощью которой я выложил настройки политики безопасности. Указывается имя, app-protect-strip-policy, файл называется my-policy, какой-то имплейт использовался и многое другое. Какие другие у меня есть настройки? Все здесь у меня описано. Что, например, максимум можно в запросах иметь 20 заголовков. Если 21 заголовок, то, соответственно, я блокирую данный запрос. Могут ли быть body в запросах, get-запросы, get-запросы? Естественно, нет. Поэтому я включаю данный вайлэйшен. И если мы видим, что у нас в виде запроса есть какой-то body, то есть есть какие-то данные, которые приносили запросы, то мы блокируем данный запрос. Вайлэйшен, какие я включаю, что я проверяю? Параметры. И либо параметры value-land, и либо параметры base-64 value и многое другое. Куки точно так же. Я описываю, какие разрешенные используются, какие не разрешенные используются. В данном случае у меня вайлэйл-карте, я разрешаю все куки использовать. Главное, чтобы они были secure over-rush-type connection. Какие-то файл-типы, каким доступ я разрешаю. JSON-профиль, какие я использую для защиты своего провожения. Сигнатуры с этой, какие у меня подключены. Группы сигнатур у меня подключены к данной политике, которая будет использована для защиты вашего провожения. Может быть, энное количество. То есть можете подключать сигнатуры для защиты Apache и Windows сервера. Например, опять же, можете подключать сигнатуры, которые будут изучать вас, например, от баз данных MySQL и так далее, так далее. URL, как ииспоис, и многие другие настройки. И все это у меня подключено к моему приложению. Приложение у меня называется Arcadia Finance. Я думаю, все нормально. Здесь я захожу на это приложение. У меня работает все без каких-то проблем. Нажимая логин, могу даже пройти какую-то альтификацию. Это, естественно, я ввожу некорректные учетные данные. Но что будет, если я введу команду скрипт? Стандартная команда, с которой начинается все, например, кроссайт скриптинг атаки. У меня запрос был заблокирован. Соответственно, я вижу такой response blocking page. Ваш запрос был заблокирован. Ваш саппорт дадет такой-то, такой-то. Отлично. Идем теперь в Kibana. Что мы здесь видим? Давайте ее обновим. Обновляем Kibana. Мы видим, что у нас было какое-то количество нелегитимных запросов за последние сколько-то минут. Возрастление 4-5 минут. 5 минут. Один запрос был нелегитимный. Окей. Все это я тоже вижу. У меня есть какая-то другая информация. Но самое главное, самое главное. Я могу посмотреть, какой был запрос и почему он был нелегитимный. Первое. Блокот. Я вижу, что мой запрос, который нелегитимный, я писал слово скрипт, он был заблокирован. То есть я хочу посмотреть, что запрос более детально. Заходим в таблицу. И здесь мы видим достаточно детальную информацию об этом запросе. Когда это случилось? Какой однишник? Время? Куда это шло? Какое дело IP? Какая страна? Ру? Так далее, так далее. С какого IP-адреса мне шел запрос? Так как это моя лабора, там какие-то другие IP-адреса, другая страна, не важно. В принципе, самое главное, что мы видим, какой хост там был, какой IP-адрес клиенты, какой сам запрос полностью, как строка всего запроса, который был передан в Kibana, какой метод, reject it, и многое другая информация, которая может быть полезна, какие сигнатуры сработали. Что-то было XSS сигнатуры именно. Даже есть, сейчас, одну секунду, сплотный support ID, по которому можно найти этот запрос. То есть, обратите внимание, у меня support ID сейчас на конце 93-91, поэтому в support ID я могу найти этот запрос в логах при фильтровации, потом, когда я захочу профильтровать, и найти именно этот запрос, если у меня логов в огромное количество. Так, в принципе, работает наш веб-аппетичный firewall NAP, NGINX, APROTECT. Но что касается APROTECT DOS, если мы говорим про защиту от DOS до доступа. Все просто. У меня есть разные функционалы, у меня в разных лабах, неважно, у меня есть еще одна лаба, где именно используется именно APROTECT DOS функционал. В данной лабе у меня есть генератор легитимного трафика. Обычный скрипт, который отправляет курлы, запросы, чередующиеся с легитимными юзер-агентами, заголовками, там, Mozilla, по-моему, еще айфоновские хромы, что-то еще там было, неважно, в принципе. Есть также у меня генератор нелегитимного трафика, генератор нелегитимного трафика, который отправляет именно нелегитимные запросы. Давайте посмотрим, что мы увидим в той же Kibane. Одну секундочку, коллеги. У меня как-то дело покопало антификацию в моей идее. Да, сейчас я пойду быстро антификацию. Отлично. Давайте откроем Kibane, посмотрим, что же мы там видим. Для DOS-модуля. Собственно говоря, запускаю LSD-ксерч, Kibane, неважно, в принципе, захожу в раздел Dashboard, у меня есть уже подготовленный мой дашборд, APROTECT DOS. Соответственно, в данном дашборде я вижу, что у меня идут запросы. Легитимные запросы, 1700 запросов, идет с разных APROS-ов. Да, у меня скрипт еще чередует APROS-ов, естественно, источник запросов. Все хорошо, все легитимно, куда-то идут запросы, с какой-то стороны. Неважно, все это так отрисовывается. Но что будет, как только я запущу какую-нибудь атаку? Например, давайте запустим slow-post-атаку. Slow-post-атаку. Почему нет? Для этого я зайду на свой сервер, который генерирует именно генеритимный трафик. Одну секундочку. Да, вот он, attacker, workshell. Перейду сюда. Перекаживаю в раздел. Здесь у меня есть свои какие-то скрипты, например, slow-post-скрипт. Давайте его запустим. Все, атака пошла. Какая-то атака пошла. Так как у меня F5 уже где-то час примерно учился на вызывание трафика с помощью этих курв вызовов, то естественно он уже понимает, что вот это уже легитимный трафик. А то, что сейчас идет атакующий трафик, это действительно атакующий трафик, который перегружает именно сервис. И что же мы сейчас увидим? Пока логи дойдут до кибана, пройдет тоже некоторое количество времени. Мы увидели, что F5 уже задетикировал, что сервер начинает становиться под стрессом. То есть начались задержки. То есть было, что у нас где-то сервер отвечал с одним временем, сейчас стал намного дольше отвечать. Примерно в три раза дольше. Что происходит? Скорее всего мы детектируем атаку. Что с этим делать? В первую очередь мы, естественно, пытаемся уменьшить количество RPS, заблокировать вот эти IP-адреса, помните, про то, что я говорил раньше. Но потом и в пятой генерируют сигнатуру динамическую, в том числе, и использовать сигнатуру для того, чтобы отразить данную атаку. Для того, чтобы уменьшить воздействие данной атаки. И эту сигнатуру точно так же мы сейчас увидим в той же кибании. Кибания, тоже кибания. Один секунду, коллеги. Хочу испорить. Тоже должно пройти некоторое время, когда эта сигнатура здесь появится. Она появится в данном разделе. Сейчас давайте подождем еще несколько секунд. Потому что мы уже эту сигнатуру используем для того, чтобы отражать данную атаку. Это видно по логам. Но это и не важно. Потому что, естественно, при тестировании данного функционала я, естественно, точно так же генерировал атаки, генерировал сигнатуры. Пример сигнатур очень прост. Вот так вот выглядят сигнатуры. Обратите внимание, я не просто так сказал, что сигнатуры это продинамически генерируются апротект-досом функционалом. Они не похожи на обычный сигнатур, который используется для защиты от каких-то известных атак. То есть, на то же слово, это действительно сложная сигнатура, в которой описывается много различных функций, много паттернов. В данном случае, если, например, X-Worded for не существует, если там content length, такой-то, такой-то и так далее, и так далее, и много достаточно параметров проверяется, то мы данный запрос блокируем. Блокируем и, естественно, как-то его не даем данным запросам. И аналогичным другим запросам от хитов ботнетов и так далее, попадать на ваше приложение с теми того, чтобы как-то задодосить именно ваше приложение. Это все, что я хотел показать на сегодня, коллеги. Если у вас есть какие-то вопросы, давайте посмотрим в Q&A. Если вы еще не задали вопросы, задайте их, пожалуйста, прямо сейчас, потому что я готов ответить на них. Сейчас открою Q&A, посмотрю ваши вопросы. Да, я вижу, что Александр Сыревиков, мой коллега, как раз таки, тоже начинерт решения на ВКР-России и СНГ, ответил на вопрос Дмитрия Суворова по поводу RDP-сессии. Можно или нет? Но больше я вопросов не вижу. Коллеги, давайте еще продолжим некоторое время. Нет, сигнатура не хранится в эластике. Сигнатура хранится локально на самом NGX на протекте. Просто о протекте DOS он сообщил сообщил эластику, что такая-то сигнатура изгенерировалась. Ну, в любом случае, спасибо, Владимир, за вопрос. Коллеги, я вижу, что вопросов больше нет. Дим, тогда, наверное, тебе слово передам. Да, спасибо, Саш. Я думаю, да. Сейчас, одну секундочку. Коллеги, в любом случае, от себя хочу сказать вам спасибо большое за то, что вы приняли участие в нашем вебинаре. Спасибо за то, что вы задавали вопросы. И самое главное, хорошего дня, хорошего настроения. Саша, у нас появился еще один вопрос от Вадима Те. Проверка идет через body. Да, сейчас отвечу. Хотя, в принципе, Александр Сибуков тоже пишет, я смотрю. В любом случае, давайте я отвечу. То есть, на самом-то деле, да, body в том числе проверяется, проверяются заголовки, и URI проверяются, и параметры в URI тоже проверяются. То есть, весь запрос проверяется. Не просто там где-то body или что-то отдельное. Нет, весь запрос. Хорошо, коллеги. Ну, тогда я подытожу нашу встречу. Если кто-то, соответственно, успеет еще написать вопросы, да, то есть, я думаю, мы с радостью на них ответим. Александр там бдит и старается отвечать оперативно на все вопросы. обращу это ваше внимание, да, то есть, по всем вопросам по лицензированию продуктов, как Nginx, так и, в принципе, F5, вы можете обратиться к нам на почту, непосредственно ко мне. Мой адрес указан на последнем слайде, и эта презентация будет всем разослана, кто присутствовал у нас здесь, да. Соответственно, по e-mail, если вы обратитесь, из присутствующих кто-то, обратиться к нам по e-mailу своему, который был здесь на вебинаре, мы можем предоставить, ну, не можем, мы предоставим для вас скидку на продукты Nginx. Спасибо большое, что посетили этот вебинар. Извини, пожалуйста, передвигаюсь, я забыл сказать самое главное, коллеги, если вы хотите протестировать тот или иной функционал из линейки из подходила Nginx, то без проблем обращайтесь, мы готовы вам предоставить вам временные ручки, демо-лицензии, которые вы можете использовать в своей инфраструктуре для того, чтобы посмотреть, как это работает, как что выглядит, кто здесь используется, какие настройки есть и так далее. Продолжение обращаетесь к ним в сеть софт, на коллеги вам. Да, все также демки мы можем выписать, я также наблюдаю в чате у нас появилось два вопроса, один уже у нас отвечен, второй Александр. Здравствуйте. Какая производительность запроса в секунду при парсинге в боте? Вот это, наверное, более такой, скажем так, вопрос персональный больше. То есть, если вам действительно это интересно, давайте обсудим это больше уже в почте, в общении лично, потому что все зависит, естественно, от архитектуры, от инфраструктуры, от того, где и как будет развернут AppRotect, на каких серверах, на каких операционных системах. это все зависит. Это, если что, я отвечаю на вопрос Вадима. По поводу Cyphers, естественно, я вижу, что Александр же отвечает. Так, он уже ответил. Спасибо большое, Саша. Коллеги, если кто-то не успел задать свои вопросы, вы можете и адресовать также нам, мы свяжемся с коллегами из А5, при необходимости поможем с пилотом. Если вы сомневаетесь, без проблем можно получить ключи для пилота, провести некоторое тестирование на своей инфраструктуре, чтобы понять, подойдет ли вам данное решение. Всем большое спасибо за то, что посетили наш вебинар. Саша, Александр, я бы сказал, большое спасибо тебе, Саша. Большое спасибо за такую интересную лекцию от показ пилота. ДМС-тен, да. Ну и Саша за ответы, которые он у нас производил на фоне на бэке, скажем так, отработал. Молодец. Все, всем спасибо большое, хорошего дня. Всем большое, хорошего дня и до свидания. Будьте здоровы, всем уголны.